Поля, я не поеду. Время изменилось. Я не хочу держать Маузер, я хочу держать Держирскую палочку. 1936 год. Четверо друзей – поэт, актер, художник и кинорежиссер-примитивист. Юные максималисты отправляются в местечко Казым с миссией принести сюда цивилизацию и установить советскую власть. Но жизнь расставляет свои акценты. В фильме все переплелось. И любовь, и расстрелы, и шаманские обряды. В Самаре премьера фильма Алексея Федорченко «Ангелы революции». На Римском кинофестивале картина была удостоена специального приза. История основана на реальных событиях. Историю рассказали мне ханты в одном чуме на севере. Но после этого я работал в институте. Я узнал о Казымском восстании. Информация для меня такая тогда новая. И мне показалось очень интересное расстание против советской власти под руководством шаманов и хантыских князей. Фильм снимали на месте реальных событий. Даже изба, в которой нашли убитых революционеров, не декорация. «Ангелов революции» самарская публика встречает неоднозначно. Одни шокированы натуралистичностью некоторых сцен в фильме, другие – рассказанные с экрана историей. Смотрю, стараюсь все фирмы Федорченко смотреть. И меня поразило вот эти огромные молодые мужчины, которые играли главные роли. Это куда истрачена была сила нашей страны, вот на что она была истрачена. Зачем все это было в нашей жизни? Весь этот ужас. После показа фильма – творческая встреча с Алексеем Федорченко. Самарцы спрашивают о разном. От способов дрессировки собак-актеров до поисков смысла жизни. Марина Матвеична, Алексей Золотенков. События.